Мы находимся у входа в ДК «Октябрь», где будет проходить презентация нового тренера нашего клуба Егора Шахова. На улице собралась толпа фанатов Егора. Э, мы не фанаты, мы его просто уважаем. Фанаты. Ганя, ты взял маркер? Хочу, чтобы мне Шахов на груди расписался. Я тебе говорил, между прочим, с ним хорошие друзья. А Шахов об этом знает? Ты что, не веришь мне, что ли? Я тогда играл в основном в составе. Ну мы на сборах и пересеклись. И однажды, во время зарядки, он мне сказал, извини, друг, отодвинься немного. А ты? А у меня есть пуговица Боярского. Да, тогда мы оба были начинающими, перспективными футболистами. А сейчас... Да, только Шахов сейчас не работает с продавцом обуви. Потому что у него не было Даши. Если бы не она, сейчас бы меня встречали как нового тренера. Мечтай, мечтай. Я тебе говорю, вот Шахов меня увидит, узнает и пригласит вторым тренером. Да. Это он, это он! Я люблю тебя! Я всегда знал, что она без мылок куда угодно пролезет. Ну что, в лимузин? О, привет, папа! Света, сынок! Ну что, сынок! Колян! О, Гена, привет! Привет, Даша! Что, узнала, что я буду здесь? Решила и выгодиться, да? Вообще-то, ты мой парень для нас организовал и лимузин, и пригласительный. Привет? Ну, ты даже не рубишь в футболе? Я могу и тебя провести, если захочешь. И меня, и меня! Не надо! Да, я жду своего друга, Егора Шахова. Он меня проведет и на сцену с собой позовет. Посмотрю я тогда на ваши лица. Смотри, смотри! Это же Шахов! Егор! Егор! Егор, привет! Это я, Дина! Помнишь меня? Извини, друг, не помню. Друг? Друг, ты помнишь меня, Егор! Э, Егор, ради меня проведите их двоих, пожалуйста. Ну, если ты просишь, то без проблем. Да. Могу поверить. Я тоже не попал сюда на хомяну. Чтобы рассказать, как нелегимы, не хватит миллионов раз. Мы будем первые на поле, ведь Шахов есть теперь у нас. Спасибо. Молодец! Спасибо за оказанную мне честь. Быть тренером – это очень большая ответственность. И я сделаю все возможное, чтобы привести команду к победе. Дашка с ним встречается. Это ненадолго. У него такие Даши, знаешь, в каждом городе по два вагона. Друзья, а теперь я хочу поделиться с вами своей радостью. Я влюблен в замечательную женщину. Дашенька, встань, пожалуйста. Она из Екатеринбурга. Даша, я люблю тебя. Ты выйдешь за меня замуж? Да. Даль, похоже, не надо было есть тот испорченный чебурек. У меня от него галлюцинации. Толик, я не представляю, как я смогла это вынести. Это было так романтично. Негодяи. Решили пожениться. Да как они могли? Нет. Ну, у нас с тобой так не было. Вот ты помнишь, как мы познакомились, как ты сделал мне предложение, как мы поженились. Нет. И я нет. Потому что мы нажрались, как бобики, а утром проснулись уже женатые. Как друг друга зовут, вообще узнали в обид. Да, если бы это коньяк с шампанским, не знаю, где бы я был сейчас. Толик, я тоже хочу романтики. Леночка, ну что ты предлагаешь? Развестись, снова пожениться. А что? Это отличная идея. Леночка, ты что, серьёзно? Может, просто притворимся, а? Поиграем в первую брачную ночь? Нет, на этот раз я хочу, чтобы всё было по-настоящему. Романтичный ужин, колечко в коробочке, красивая свадьба. А потом ты вносишь меня в квартиру на руках. На руках? На руках. Для этого мне свадьба не нужна. Их, о, о, ой! Леночка, моя рука! Завтра же в ЗАГС. Как долго я тебя искал? Среди этих молоденьких фанатов, популярных актрис, моделей. И, наконец, нашёл. Даша, я не понимаю, зачем тебе это нужно? Лена, Лена, если я подарю Гене мяч с автографом Шахова, он точно ко мне вернётся. Дорогие друзья, автограф сессии на сегодня закончена. Спасибо, что пришли. Подождите, Шахова! Мне нужен ваш автограф! Придурок! Всё хорошо. Простите, пожалуйста, повторите, как вы меня назвали? Да, пожалуйста! Придурок! Придурок! Неужели вас как-нибудь назвал придурком? Особенно такая очаровательная женщина, как вы? А меня очаровательной женщиной. Никто не называл лет два... Два года. Господи. Спасибо. А можно вас пригласить в ресторан на ужин? Да, сколько времени прошло. А ты знаешь, я сохранила на память пару конфет из того ресторана. Да? Как ты думаешь, их можно ещё есть? Нет, я думаю, что не стоит. Но я их так люблю. Ты обещала их выбросить. Это вы сейчас о чём говорили? О конфетах. Я уже было подумал, что это вы одна со Светкой. Но решил, раз вы женитесь, что нам придётся жить самостоятельно. Правда смешно? Мам, а ты чего не смеёшься? Понимаешь, Ромочка, когда мы с Егором поженимся, я продам квартиру, и мы переедем в большой загородный дом. Круто! А мы переедем в большой загородный дом? Нет, это мы переедем. Так, я что-то не понимаю, а что всё это значит? Это значит то, что нужно сделать так, чтобы этой свадьбы не было. Иначе нам придётся самим зарабатывать на жизнь. Ой, нифига себе. Сегодня знаменитый футболист Егор Шахов публично сделал предложение жительницы нашего города. О его избраннице мы расскажем в завтрашнем выпуске. Алло! У меня есть информация о невесте Егора Шахова. Записывайте. Глупая вертихвостка? Мошенница? Грязнуля? Что значит вас это не интересует? Ну и что, что, брат, что я хочу, чтобы все знали? По-моему, ты ревнуешь. Просто мы ведь были так счастливы, понимаешь? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Но развод – это серьёзный шаг. Понимаете, дело в том, что он меня бьёт. Ага, так сильно бью, чтобы даже руку сломал. Толик, не сердись. Умоляю, только не при людях. Ах так? Да, я иногда её пью. Ну а что бы вы делали, если бы ваша жена пила? Пила? Ага, алкашка. Каждый вечер за гаражами в компании каких-то забулды. Но с другой стороны, я всегда знаю, где её найти. Да, я пью. Пью, чтобы заглушить боль от твоих постоянных измен. Понимаете, я пыталась закрывать на это глаза, но потом он начал делать это с мужчинами. Чё? Да, я начал. Но только потому, что ты, Елена Полена, в постели бревно. Что? А вот этого, Анатолий, я тебя никогда не прощу. А что ты сделаешь? Пойдёшь и напьёшься? А ну заткнись! Получилось. Получилось! Мы в разводе! Толик, теперь ты сможешь мне сделать настоящее предложение! Господи, получилось. Я же свободен. Свободен! Егор, как хорошо, что ты здесь. А я вот сейчас случайно села на кучку пыли и испачкала себе юбку. Не поможешь мне её отряхнуть? Егор, я готова. Мам! И в кого ты у меня такая свинья? Ну, пошли. Егор, мне кажется, у меня тут какая-то опухоль образовалась. Ты не пощупаешь? Давай. Где? Нет, на двумя руками. Ну. Так? А-а-а! Помогите, мама! Мама, помоги! Егор, что ты делаешь? У нас ещё приглашения не подписаны, а ты тут развлекаешься. Вы чего? Пытаемся устроить наше будущее. Представляете? Мне только что позвонили из арсенала и предложили многомиллионным контракт. Но при условии, что я не живусь, всё бросаю и немедленно вылетаю к ним. И что ты будешь делать? Ничего. Мне это не нужно. У меня есть кое-что дороже миллионов. Что? Ты. Какой же ты милый. Прощай, детство. Приятного аппетита. В смысле? В смысле? Хватит нервничать и задашенные свадьбы. Чего я не нервничаю? Я просто размышляю о судьбах российского футбола. Я вижу. И потом, знаешь, он ей только предложение сделает. А свадьба ещё 300 раз всё может измениться. Вы уже видели приглашение на Дашенькину свадьбу? Я так за неё рада. Наконец-то она выходит замуж за такого замечательного человека. Вообще-то она уже была замужем за замечательным человеком. Ген, подашь на свадьбу-то уже послезавтра. Первый брак тренировочный, а второй на чистовик. Ой, Лен, спасибо. Надеюсь, что во втором браке у меня всё будет хорошо. Я тоже так думала. Но у тебя обязательно будет. Даша, я так за тебя рада. Счастья вам. Любви. Не довижу, Толика! Лен, перестань. Да-да-да, прости-прости, ты права. Сегодня твой день, и с этой минуты мы говорим только о тебе. Этот урод развёл, ты со мной о предложении так и не сделал. Просто взял и ушёл. Ну и чего? Он ещё приползёт ко мне. Может, лучше тебе к нему приползти? Если уж ты в своём возрасте смогла найти себе мужа, то я точно от Дани останусь. А с Егором тебе повезло. Да, он замечательный. Он богатый, красивый, обходительный. А самое главное, Гена любит меня. Ты хотела сказать Егор? Да, да, конечно, Егор любит меня. Ну вот, за него и выпьем. За Егора! За Егора! Я свободен! 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 Я так думаю, долго ещё будет продолжаться. Ну, у меня это было три дня, но учитывая, что это реально, да, я думаю, ликование займёт неделю. Свободен! Так, мы, три холостяка, можем делать всё, что захотим. Веселиться, сходить сюда! Тебе это удаётся. Во! Стрипарь же не знает, что я свободен! Надо пойти и рассказать им. Пошли! Пошли, только ты угощаешь. Пока Лена не заблокировала кредитку, Я тебе обещаю столько выпивки, что тебе завтра стыдно будет! Гелоди! Я не пойду. Завтра того Шахова, которого мы знаем и любим, больше не будет. Хочусь не попрощаться. Надеюсь, что это не порно. Это ты бросил камень в окно моей машины. Здесь написано «Не женись на Даши, беги, спасайся». Нет, конечно. Это какой-нибудь правдивый псих, которому не безразлична твоя судьба. Значит так, псих, ты в следующий раз не пиши записки на квитанции по квартплате. Там твой адрес есть. А? Ну да, ладно. Это я, но я просто хотел уберечь тебя. Ты кто такой? Какого чёрта ты лезешь в мою жизнь, а? Я отец твоих будущих детей. Что? Ты мне очень нравишься. И в смысле я не то чтобы фанат, но если немного... Так, мне пора. Ну подожди, стой! Подожди, я... Дело в том, что я Гена. Гена Букин. Ну, бывший муж Даши Букиной. Ну, это многое объясняет. Ты её ревнуешь? Да не ревную я. Я просто не хотел, чтобы она испортила твою жизнь. Когда-то давно я был лучшим футболистом Екатеринбурга. Я делал хитрики. Мне пророчили успешную карьеру. Потом женился на Дашей. И всё кончилось. Я сейчас жалкий продавец обуви. Мне жаль. Жалеть будешь, когда женишься на ней. Я не могу позволить, чтобы мой кумир превратился в меня. Этого не будет. Я без ума от Даши. А ты просто не смог понять, я не смог раскрыть. А что там раскрывать-то? Хитрая, злобная, нереально. Никто не идеальный, Гена. Ну, просто за все эти годы она... У тебя ничего не получилось. Мне жаль. Но у меня всё получится, потому что я победитель. Когда на животе появится первая складка, обещаешь, что вспомнишь обо мне? И это. Береги её. Толик, Толик, вставай! Так-так-так, нормально, нормально. Что здесь делаем? Я не помню! Я тоже не помню. Так ладно. Если уж ты здесь и всё, вот так получилось, давай ты сделаешь мне предложение, и мы снова поженимся. Леночка, походу мы уже... Чего? Уже поженились. Вот, блин, опять! Ну, Леночка, ну что ты, ну, если хочешь, можем ещё раз развестись. Только попробуй. Лена, ой, Лена, я так волнуюсь. Через несколько часов не станет Даша Букиной. Появится Даша Шахов. Вот и отлично. Букиной – дурацкая фамилия. Кстати, можешь меня поздравить. Я снова по Лену! Да, ну ты что? Нет. Я не поняла. Если мы против этой свадьбы, почему мы должны делать выкуп невесты? Да потому что, когда мама нас бросит, нам надо будет на что-то жить. Так что трясюр батки по полной, сестра. У нас товар у вас самец. Трындец. У вас трындец. Купец, дура. Мы невестой дорожим, просто так не отдадим. Выкуп нужен нам такой, чтоб не выразить ценой. Тысяча рублей. Каждому. За каждое невыполненное задание. Назвать формулу Томпсона. Ты издеваешься, что ли? Ну так это же очень легко. Ну, ты равняется. Ну, я вам и так уже очень много подсказала. Да невесты путь далек. Тяните снова лепесток. Кручу-верчу, обеспеченное будущее хочу. Здесь. Ну нет у нас больше денег. Держите. Лен, я выхожу замуж за прекрасного человека. Понимаю, я вот тоже вчера вышла опять. Ну, понимаешь, я почему-то все равно думаю о гении. Может, я совершаю ошибку? Даша, прекрати немедленно. Букин в прошлом. И потом, если бы ему было не все равно, он давно был бы уже здесь. И что-нибудь бы сделал. Наверное, ты права. Сюда нельзя. Мы еще не сыграли в русскую рулетку. Ты самая красивая. На свете. Спасибо. СМЕХ СМЕХ Сегодня мы собрались здесь, чтобы зарегистрировать брак Шахова Егора Ильича и Букиной Евдокии Евкакиевны. И прежде чем зарегистрировать ваш брак, я обязана спросить вас, является ли ваше желание вступить в брак искренним, свободным и хорошо обдуманным? Прошу ответить вас, Егор Ильич. Да. Прошу ответить вас, Евдокия Евкакиевна. СМЕХ Прошу ответить вас, Евдокия Евкакиевна. СМЕХ НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ Субтитры создавал DimaTorzok